Снова здорово, дорогие друзья! С вами Фрикстер, и сегодня видосик, который я планировал записать уже давным-давным-давно. Это у меня обзор моего мира с тремя DLC, кораблекрушением Гамлет и Царство Гигантов в обычном Дон Старве. 3777 день, планировалось записать этот видосик на 4000 дне, но в связи с некоторыми событиями, которые будут скоро происходить на канале, я решил записать это пораньше. Во-первых, хотелось бы сказать, что у меня уже был подобный видосик на 2000 дней. Ну и, надеюсь, этот с таким же успехом стартанет, так что, ребят, не забывайте лайк, коммент, что вы думаете и так далее. Давайте пройдемся сначала по теории, чтобы потом не было лишних вопросов в комментариях, ненужных про незнание механик и так далее. Во-первых, то, что мы имеем общее количество дней, самое настоящее количество дней, то есть 3777, появляется только тогда, когда мы находимся в пещерах или в вулкане. Если мы нажимаем на Escape во время игры, то нам показывается прожитое количество дней за этого персонажа. И вверху, там, где у нас показано количество дней, прожитые дни конкретно в этом мире, поэтому числа будут меняться в игре. Вот, это такие, такое предисловие, так что поехали, посмотрим на специальность в пещере, чтобы вам это показать. Ну, точнее, я специально спустился в пещеру, потому что здесь как раз именно наше правильное количество дней. Как видите, 3777, но если мы выберемся на поверхность, то у нас будет немножко другой показатель. Давайте мы это посмотрим. Отлично, выбрались, и здесь у нас 1677 день. Опять же, хочу сказать, что это конкретный день именно вот в этом мире, в царстве гигантов. Если мы перейдем сейчас к кораблекрушению через наши порталы, то там будет совершенно другое количество дней. И если мы нажмем на Escape, 348, это количество прожитых дней конкретно в Вормудам. При переходе в новый мир или при переходе в другое DLC мы можем менять персонажа, так что у меня здесь почти все персонажи были поюзаны. И вот относительно недавно я начал играть за Вормуда. Вот, ну, это такое предисловие, опять же, чтобы не было лишних вопросов. Ну, с чего бы начать? С чего бы начать такого интересного? Ну, во-первых, давайте как-то придем на основную часть базы. Там, где костер, это всегда основная часть. Вот, в некоторых местах будет подлагивать, потому что некоторые места на карте имеют очень много разных текстурок, и из-за этого идут как раслаги. Вот такая вот у меня основная часть. Здесь у нас куала-слоны. Кто не знает, как их ловить, мы просто создаем такой загончик. Можно с проходами, допустим, одну тулецитовую стену не ставим. Ну, точнее, в принципе, одну стену не ставим. Проход в две ячейки. Загоняем сюда слона. Как бы, ну, то есть гоним его. Он сам от нас отбегает. Проходит сюда. Мы усыпляем его флейтой. И сразу же заставляем. В принципе, вот так вот как-то делаются эти загончики. Здесь у меня также кухня такая интересная. Возле нее ловушки. Заяц был здесь... А, нет, стоп. Его здесь не было. Здесь у меня был свин. Да, но, по-моему, его домик сгорел, и я поставил здесь зайца. Вот, как-то так. Ну, ниже здесь у меня ферма этих каштановых деревьев. Вот. Ну, в принципе, в принципе, по основе базы вот как-то так. Кто не знает, как пересадить мандрагору, ребят, у нас есть флейты. И если там у вас 10% флейты остается, вы просто скидываете их на землю. И при помощи посоха разрушения, который вы сможете скрафтить в подземелье, вы сможете разрушить эту флейту. И на месте, где вы разрушили ее, появится мандрагора, уже всаженная в землю. Ну, и там, конечно, выпадет вам камыш и веревка. Поэтому пользуйтесь, если вам нужно для декорации это все. Так, у меня что-то очень все плохо с сытостью. Давайте я попробую что-нибудь скушать, если у меня что-то есть. Нет, у меня ничего нет, но у меня есть свертки. У меня есть свертки, поэтому сейчас будем заниматься готовкой, наверное. Наделаем себе много мясных похлебок. Вот, кто не знает, Вормвуд весной очень сильно тратит сытость. Поэтому ему мясные похлебки штучек 5, в принципе, в инвентаре всегда сойдет. А, вот у нас есть бонстю. Ну, ладно, ладно, ничего страшного. Бонстю это как раз и есть похлебки. Вот у нас есть в этом сверке. Ребята, кому интересно, это у меня... Отдельный мод, который показывает, что у нас в свертке находится. Это не игровая фишка. Моды, которые я использую, я использую чисто интерфейсные, если вам интересно. То есть это, которые показывают нам сезоны, которые там показывают нам, что у нас в обертках. Да и, в принципе, все. Ну и Geometric Placement, который помогает нам ровно строить. Где? Ну, вот такую вот сеточку как бы расставляет. Вот. Что еще? Пока ночи, я что могу показать? Ну, здесь у меня домик построен, но там ничего такого интересного нет. Здесь у меня, кстати, вот наверху есть ферма. Это у нас ферма... Ферма дерева. У меня, в принципе, на канале есть Pony Guide, так что, если вам интересно, можете поискать. Если не смогли найти, можете написать в комменты. Я вам ссылку скину на эту ферму дерева. В принципе, можете у себя ее сделать. Напомню, что все, большинство ферм, которые вы увидите сегодня в видео, не работает в Don't Starve Together. Все, что я покажу, работает в основном в сингле. Так что, как бы, эта ферма тоже работает только в сингле. Как бы, механика Together не позволит ее сделать. Вот, здесь у меня также ферма золота, с которой я так ленюсь собирать все, но она как бы есть. Вот, что у нас дальше? Дальше у меня здесь были относительно недавно ловушки на собак, но так как здесь у меня начинается строиться вокруг этого всего довольно-таки много структур, я решил их перенести и перенес я вот сюда, чуть подальше от базы. Вот, тем более не хочется сюда прибегать летом, если вдруг умираю. Не хочется сюда прибегать, сжигать полбазы. Вот, поэтому здесь у меня раньше это все было, я потихонечку переношу эти шипы. Вот, также у меня кофейная плантация, ничего такого странного, просто дерна, которым растет кофе. Вот, пепел, постоянная добыча пепла посредством сжигания всякой гнили. То есть мы собираем кофе, сразу же кусты вянут, и просто мы их удобряем. О, кстати, собачки идут. Сейчас посмотрим на нашу, скажем так, ферму, ну не ферму собак, а наши ловушки. Если повезет, сегодня, кстати, может быть, какого-нибудь из боссов убьем в других DLC-шках. В принципе, вариант есть на кого-то наткнуться. Поэтому попробуем, попробуем, но хотелось бы побыстрее пробежаться и добежать нормально до ловушек. Надеюсь, я успею. Также здесь, кстати, у меня сгенерировалась, сгенерировалась, как же сказать, такая структура с длинными птицами. И здесь очень удобно, кстати, фармить мясо. Отводим одну птичку, убиваем ее. Ну, в принципе, как с птицами сражаться, думаю, ей не стоит рассказывать. В принципе, это и на стримах очень часто показывал. Да и в принципе, как бы тут система, думаю, понятна. Два удара отошел, два удара отошел. В принципе, как-то так. Ну, я это все перезаряжать не буду. На это сейчас время тратить не хочу. Вот. Чего у нас дальше есть такое? Это я делал эксперимент по выращиванию 60 птенцов. Вот такая вот структура. Но сейчас никакой смысловой нагрузки не несет. Так. Ну, давайте по букве В. 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 Кто не знает, все персонажи, ну, точнее, должны все уже это знать. Все персонажи в игре, за исключением Максвелла, начинаются у них имена с буквы W. Ну, и Максвелл как бы это перевернутая W. Так что просто поставил, ну, сделал букву W чисто так символически. Вот. Также здесь есть структура, которая не отображается на карте. Но я вот так вот построил это. Я строил где-то на Хэллоуин. Такое вот кладбище себе. Ну, ребят, конечно, как бы там пишите в комментах, нравится ли вам такой стиль кладбища. Как бы, ну и так далее. Вот, кстати, колючие кусты сюда перевозил. Их здесь изначально не было. Вот. Что у нас дальше? Ну, дальше, перенеся книгу из Гамлета, точнее, не книгу, а ключик из Гамлета, я понастроил здесь вот эти домики. Конечно, параллельно также еще обычные свиные дома. Вот. Могу заходить, в принципе, скупляться, то, что мне надо. И время от времени, из-за того, что я построил мэрию, мне вот эти ребята дают монетки. Но сейчас как бы не дают. Дальше у нас идет ферма павуков. То есть, шесть домов свиней, шесть домов зайцев. И, в принципе, либо ночью, как бы, зайцы сражаются с пауками, либо днем свиньи. То есть, здесь, как бы, мясо, свиные задницы, кролячьи жопки, как бы, пропадают. Потому что их съедают пауки и так далее. Вот. А вот фарм паутины и всяких там гланд, желез, в принципе, довольно-таки неплохо. И сюда можно заходить, там, допустим, раз в день, раз в три, раз в четыре дня. Ну, иногда. Мы подходим, просто спавним здесь свинок и пауков, отходим и через время приходим еще раз. Таким образом, время от времени там копятся все эти хилки, вот, которые пригождаются довольно-таки неплохо. Тем более, учитывая то, что у меня сейчас персонаж Вормут, а на него хил от еды не действует, то это прям очень-очень профитная система. Так, у нас сейчас весна, поэтому очень часто дожди, на самом-то деле. Я не помню, для чего я взял фонари. По-моему, я хотел поставить себе как раз фонари бесконечные. Так как у меня мир соединен с Гамлетом, у меня большинство моих обычных фонарей как бы не работает. Поэтому, как бы, ну, то, что я забаговал с фонарями, как бы, все не работает. Теперь придется ставить обычные фонари. Вот такие вот, они уже точно светятся. Вот, что еще могу вам показать? В принципе, ферма пчел, ну, то есть, тоже ничего необычного. Здесь, кстати, я обычно высаживал приманка цвета, они собирали мне траву ветки, но в последнее время, как бы, они мне здесь не нужны. И если надо ветки и трава, я просто подхожу и собираю вручную. Вот такая вот ферма пчел. То есть, цветы повысаживал самолично. Ну, и, в принципе, как-то так. Если хочу пофармить жало и так далее, то у меня есть ежевичная скорлупа за ворвода. Просто подхожу, собираю все это, на меня летят пчелы, и при помощи ежевичной скорлупы я просто зафармливаю очень много пчел и их жало. Но, по сути, жало так и не нужны на самом-то деле. Здесь у меня еще есть псевдозоопарк. Ну, давайте покажу. Паким Бэггимс Огненный. Ну, ребят, сейчас, скорее всего, некоторые задаться вопросом, как ты перетащил Пакима Бэггимса из кораблекрушения в Царство Гигантов. А, я вам словесно могу сказать, показать это все, может быть, когда-нибудь сделаю видосик. Вы переходите в кораблекрушение, находите Пакима Бэггимса. Когда пытаетесь прыгнуть в портал, ну, в мореходный аттракцион, из вас выпадает кость. Эту кость, на сразу вы кликаете по ней левой кнопкой мыши, мыши, и у вас персонаж ее автоматически подбирает, но перемещается в этот мир. Переместившись в этот мир, за вами может последовать не Паким Бэггимс, а Честер. При этом вы скидываете где-то кость Пакима Бэггимса, подбираете глаз Честера, относите его в пещеру. В пещере вы его скидываете, поднимаетесь на поверхность, находите кость, и к вам прилетает Паким. Как-то так это работает. Ребят, ну, если вы словесно не поняли, я, может быть, сделаю действительно видосик, но оно того не стоит, честно. Это как бы делается просто. Вот, здесь у меня ферма Кротов, тоже как сделать ферму Кротов у меня есть на канале, так что заходите, смотрите, в принципе, просмотры как бы не помешают на этот видосик, на нем очень мало просмотров, но ферма годная. Ну, в плане того, что камень, кремень или мясо как бы довольно функциональная ферма. Тут еще селитру можно фармить, так что если селитры не хватает время-то времени, то можете собирать. Ферма Проглотов. Ну, не ферма, а зоопарк Проглотов. Ну, ребят, ну тут спускайтесь в пещеры, хватайте себе на голову и на голове выносите их на поверхность. Все просто. Здесь их сбрасываете, выходите, закрываете проход. У меня здесь нет калиток. Вы спросите, а что ты калитки не ставишь? Ребят, эти зоопарки были построены еще до того, как вели Гамлет. Так что уж простите, но вот такие вот у меня двери старомодные. Что уж поделать. Ну, здесь опять же дойдошки. Там внутри, по-моему, порошковый пирог, к которому они бесконечно идут. И поэтому они не пытаются выйти через вот эту штуку. Так, у нас здесь ферма кактусов. Ежевичная броня не работает, если не ошибаюсь. Да, да, да. Ежевичная броня не работает в том плане, что я не могу подойти к кактусу и он не будет агрессивным. Мне придется использовать кактусовую броню. Вот. Почему у меня здесь кактусы? Как видите, здесь очень много цветов. И если это день, то здесь вылетают бабочки и кактусы их сразу убивают. Это моя ферма бабочек. Но, правда, здесь недавно относительно сгорели все цветы. Поэтому, как бы, пришлось заново начинать высаживать. Вот, кстати, по этой ферме тоже есть гайд на канале. Так что, если что, заходите, поддерживайте этот видосик. Так, ну ладно, идем дальше. И что у нас тут такого? Ну, время от времени, само собой, на карте спавнятся вот эти вот штуки. За такое количество дней я уже очень много насобирал приманкоцветов. Как видите, вот здесь вот поворащивал. В принципе, в принципе, здесь вырастают... Вырастает мясо. И из-за того, что другие цветы, точнее, другие глаза не жуют друг друга, то здесь у всех абсолютное вырастает мясо. И просто подхожу так изнутри и собираю. Кстати, вот сейчас я могу собрать. Как видите, а не, не могу собрать. Они в инвентаре у меня ничего не отображаются. Но я могу... А, или отображаются. Подождите. Нет. Ничего нет. Вот. Вот такая вот ферма приманкоцветов. Она у меня забаговала, видимо. Но, опять же, ребят, баги при таких количествах дней, это прям вот норма. Это вообще норма из норм. Если у вас нет багов на таком количестве дней, то вы невероятный везунчик. Прям как так получилось, я не знаю. Вот. Здесь у меня ферма мяса. Ну, я ее запускать сейчас не хочу. Потому что очень долгое время придется возле нее стоять. Короче, как это работает? Изначально ставятся дома. Потом высаживаются вокруг них травяные стены. Ломаются полностью, чтобы по ним можно было ходить. И обстраиваются все каменными стенами. Давайте я как-нибудь так сделаю. Вот. На углах мы ставим снежкометные машины. Желательно четыре штуки. Можно две. В принципе, без разницы. И как бы вот таким вот образом у нас здесь такой заборчик, из которого не могут выйти там ни зайцы, ни свиньи. Мы просто берем посох призывателя звезд. Кастуем. Это все загорается. Конечно же, включенные снежкометки тушат все, что внутри. И при этом, когда свинка умирает или заяц от огня, то спавнится новая из-за того, что все горит вокруг. И таким образом вы можете очень большое количество мяса нафармить, если вам нужно. Вот давайте я отойду, а то тут еще и летучие мыши подлетели. Такое себе. Не хочу я сейчас с ними иметь никакого дела. В принципе, скоро ночь закончится. Вот. Если вы играете в Together, кстати, у вас подземные базы есть. Ну, то есть у многих есть подземные базы. Здесь подземной базы нет. Во-первых, при переходе в новый мир или при обновлении какого-нибудь из DLC. То есть, да, при переходе в новый мир в любом из DLC пещеры обновляются. Так что строить базу под землей у меня нет смысла. Поэтому, если кто-то задаст этим вопросом, то вот я как бы на него ответил. Что ж, ну здесь у меня также склад. А, давайте я покажу. У меня здесь очень много, кстати, декоративных таких структур. Ну, то есть сама вот эта ферма, скажем так, ферма Питая, просто фермы, это тоже декоративная вещь. Это как бы она не имеет никакую смысловую нагрузку. То есть, я не собираю здесь никаких овощей, никаких фруктов. У меня она просто есть. Просто есть для красоты. Вот здесь что-то наподобие алтаря. Теневой манипулятор. Было, кстати, в прошлом видео на 2000 дней очень много вопросов. Ребят, если теневой манипулятор стоит, а шляпусника нет, я хочу сказать вам про один баг. При переходе в новый мир, то есть, если вы там в Царстве Гагантов активировали вот, где он, вот этот портал, перешли через него, то многие из ресурсов могут стереться. То есть, многие из крафтов, которые вам были известны, могут стереться. Это нормально. Или если вы, допустим, соединяете мир с другим DLC, это тоже нормально. То есть, то, что у вас как бы некоторые рецепты сотрутся. Так что, умники, которые там писали, ну, мне плохие вещи, знаете, это такой баг. И этот мир, этот мир, где 3778 дней, да, или 79, неважно. Вот. Этот мир я стримлю еще с 2015 или 2016 года. Так что, все трансляции могли наблюдать пользователи. И, как бы, тут уже, как бы, как сказать, на моей, на моей совести это все. Вот. Ну, то, что, как бы, я не смог вам донести эту информацию в комментариях. Ну, люди не хотят читать ни комментарии, ни описания. Так что, как бы, приходится каждому отвечать лично, к сожалению. Вот. Ну, что, ну, склад как склад. У меня на некоторых стоит табличка, на некоторых нет. Это все обусловлено тем, что я, опять же, строил склад еще до того, как ввели таблички. Поэтому уж так вот, как получается, как получается. Вот. Что, что, что? Ну, здесь такие на полу у меня валяются такие ресурсы, которых слишком много не бывает. Там броньки, инструменты и так далее. Так что, ничего такого интересного нет. В принципе. В принципе. Ну, с этим DLC мы, думаю, закончили. Более ничего у меня здесь такого тоже интересного нет. Ну, я вроде бы все показал. Все показал, что есть в этом мире. Кстати, еще хотел рассказать. Многие тоже спрашивают, как много так гончу со стрелямуса. Ребят, когда вы... То есть в каждом мире есть три пещеры. Три пещеры, в которых, очевидно, по руин, по одной руине. Не руине, а как... Одни руины в каждой пещере. Вот. И в каждой из этих руин существует один страж. Итого три стража на мир. То есть это три гончу со стрелямуса, правильно? Даже, может, иногда два. Одна пещера может забаговаться и синхронизироваться с другими. Другой. Но суть в том, что если вы переходите в новый мир, или подключаетесь к новому миру, к другому DLC, или обновляете другое DLC и переходите в этот мир, у вас обновляются пещеры. Я уже об этом говорил. Но при этом также обновляются и руины. И вы можете еще одного стража убить. И поэтому вы можете очень-очень много вот этих вот гончу со стрелямусов накрафтить. Я пока их сохранил, потому что я буду другой мир создавать. Как бы, ну, точнее, не создавать, а переходить в другой мир, в кораблекрушение. И там я хочу в кораблекрушении сделать хорошую себе базу, красивую, понастроить. Вот, сейчас мы пойдем еще... Я не знаю, у меня, наверное, в пустыне ничего такого интересного нет. Ну, здесь тут один котелок. И вот где у меня ковер выстелен, это все фермы Камыша. Фермы Камыша... Ой, не Камыша, а как же... Перекати Поля. Кто не знает, что такое ферма Перекати Поля, в принципе, у меня есть на канале тоже видосик. Ребята, у меня очень много гайдов на счет синглового Дон Старва, так что заходите, смотрите. Надеюсь... Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, вы что-то для себя откроете. И будете тоже, ну, некачественно, как это сказать, комфортно для себя, комфортно для себя выживать. Вот. Ну, вроде бы как в царстве гигантов все. Теперь поехали в кораблекрушение. Ну, статуя Гломера до сих пор стоит. Не хочу ломать. Не хочу ломать, хотя рецепт колокольчика вроде известен. Сейчас посмотрим. Нет, рецепт колоколь... То есть я его изучал, рецепт колокольчика, но из-за того, что я нового персонажа создавал в Ворвода и соединил миры, у меня этот рецепт стерся. Опять же, вот доказательство того, что рецепты стираются. Вот. Ну что ж, давайте, наверное, первым делом... Ой, я не помню, у меня в кораблекрушении, по-моему, лето. Давайте побыстренько мы перейдем. Я просто не хочу летом бегать по базе, потому что базу могут снести метеориты. Ну, а я попробую перейти и показать вам. Вот. Ну, пока... Я не знаю, у меня, по-моему... Так. Вроде нормально. Нет, у нас сезон ураганов. Здесь 999-й день. Кстати, на утро будет юбилей. Ну, вот у меня такой островок. Что у нас здесь? Ну, опять же, переход в мир. Еще один поким. Откуда? Откуда? Но... Этот мир у нас тоже второй, если не ошибаюсь. А, тут даже шестое кораблекрушение, кстати, держу в курсе. Шестое кораблекрушение. То есть, 6 миров кораблекрушения я перешел. Вот. И в царство гигантов я перенес из прошлого кораблекрушения мира. По кима выгнется. И здесь нашел нового. Как-то так это работает. Вот. Ну, здесь я все декоративненько пытался сделать из вот этих вот, как бы, структур. Из царца... Из гамлета, которые делаются при помощи ключика. Ключик можно спокойно переносить из мира в мир. Теперь, после дополнения гамлет, после соединения с дополнением гамлет, теперь можно вообще все структуры строить в любом из миров. Если раньше, допустим, снежкометку... Точнее, не снежкометку, а как же ее... Как же эта штука называется? Генератор льда нельзя было строить в царстве гигантов, то теперь это спокойно можно сделать. Главное скрафтить здесь, ну, в кораблекрушении. Перейти в царство гигантов и рецепт... То есть, уже скрафченная вещь у вас будет... Как бы, можно будет поставить. Вот. Здесь ферма бамбука и травы. Я вот так вот сделал, потому что бамбук нельзя садить прям рядом друг с другом. Поэтому сделал так, через один. Через одну клетку. И в этой одной клетке всегда помещается трава. Как бы сделал такую вот себе мини-ферму. Здесь то же самое с лозой и веточками. Вот так вот. Ну, это такое мое применение. Ну, если вам понравится такая структура, конечно же, пользуйтесь, пользуйтесь. Вот. Ну, здесь также еще несколько домиков свиных. На самом-то деле, они мне не нужны. Но вот хилки покупать время от времени не стоит. Поэтому поставил на всякий случай. Вот. Что у меня здесь есть еще? Здесь есть ферма обезьян. Такая маленькая мини-ферма обезьян. Здесь у нас обезьянный мячик. Мы можем с той стороны приплывать. Они к нему бегут. Подходим сюда и перебиваем всех. Как бы они тут некуда особо убегать. Поэтому мы их можем очень просто словить. Кстати, в конце видео будет демонстрация живого артефакта, ребят. Так что не расходитесь. Досмотрите видео до конца. Это довольно-таки редкая штука. И как бы, скажем так, довольно-таки тяжело ее сделать. Кстати, хочу сказать на Вормводе, с этой штукой будьте аккуратны. Потому что как только она ломается, как только она ломается, вы загораетесь. Поэтому как бы тут будьте аккуратны. Чтобы у вас не было рюкзака какого-нибудь, который как бы сжигает все. Ну, который сгорает, точнее. Вот. Ну, в принципе, ничего такого. Тут пирамидки чисто визуальная такая составляющая. Чисто декорация. Ну, сушилки тоже декорация. Но при этом они имеют как бы какую-то функцию. То есть можно посушить все, что надо. Ну, кухни у меня, как вы поняли, всегда одинаковые. По центру холодильник. Шесть котелков по сторонам. Если есть ресурсы на еще холодильники, ставлю еще вот так вот четыре. Допустим. Ну, как-то так. Ну, и генераторы льда, очевидно, тоже. Вроде бы здесь все. Здесь также фермы, где... Ну, так что-то тоже декоративные. Как бы они... С них я ничего не собираю. Вот, пойдемте на морскую базу. Хотя морская база не очень у меня большая, на самом-то деле. Но, в принципе, там есть свои... Свои плюшки. Поэтому поехали. У меня скоро, кстати, закончатся, наверное, фонари. Закончатся все. Поэтому нужно быть аккуратным. Но здесь у меня есть водные фонарики. Здесь ферма рыбы. Вот. И здесь, в принципе, можно собирать на какое-нибудь жаркое. А жаркое очень неплохо восстановит рассудок. Так что вот эти штуки очень даже полезны. Здесь у меня также домики дельфинов. Они у меня здесь постоянно ползают. Также морской верфь. Ну, короче, ремонтная станция. Плавучий камин мне вообще не нужен. У меня здесь есть свет. Но если нужно что-нибудь сжечь, то почему бы и нет. Допустим. Вот так вот. И приготовить какое-нибудь мясо. Сундуки. Вот эти два крафтящиеся по бокам. А вот этот, осьминожий сундук. Ну да, тут они даже по-разному называются. Осьминожий сундук я просто отсюда не доставал ресурсы. И он здесь висит. Вот. Ну, очень долго на самом-то деле искал такое место, где у меня будет ерминог рядом с этим. То есть очень много миров проплавал. Вот, кстати, на этом острове у меня... Это остров чисто для ловушек на собак. Я как бы его заполняю потихоньку ловушками. Но как бы долговато, долговато. Вот. Здесь также у нас идут... Можно показать. Вот. Здесь также у нас идут коралловые, как бы, камни. Как их высаживать? Есть такая штука. Где она? Вот. Коралловый комок. Видите, здесь у меня рецепт не изучен. Но я эту штуку крафтил. Это, опять же, тоже у меня стерся рецепт из-за того, что я перешел в новый мир. Вот. Крафтите вот этот коралловый комок. Где найти вот эту коралловую личинку? Личинку, это вы должны молотком сломать уже зафармившийся коралловый риф. То есть давайте вот мы сейчас посмотрим. Надеюсь, меня не сожрет Чарли. Вот. То есть мы, допустим, нафармили. И вот этот вот коралловый риф, который без кораллов, мы ломаем молотком. Вот. И таким образом мы выфармливаем отсюда этот коралловый ниббин. На английском. Это личинка коралловая. Вот. Ну и можем высаживать вообще где хотим. С мидиями немножко иначе. Тут тоже есть крафт такой. Где он? Где же он? Где же он? По-моему, здесь где-то. Вот. Клумба мидий. Нам достаточно просто одну мидию достать. При сборе, кстати, мидий с палочки, мидии внизу исчезают. Ну, смотрите. То есть... Сейчас мы поднимем. То есть она должна исчезнуть. Да. Вот. Все. Ее нет. И мы можем, допустим, шесть таких же высадить по новой. Так что будьте внимательны. Они потом со временем спамнятся. Но... Как бы... Если вы хотите сразу их собрать, то берете... Делайте... Как же... Вот эту штуку. Где она? Вот. Тралловую сеть делаете. Вылавливаете мидии. И все. Как бы там их нет. Так. Ну, это все, что есть на моем острове. Также там нефтяные вышки. Нефтяные скважины. Давайте поплывем вот сюда. Здесь поинтереснее будет немножко. Вот. Там у меня есть один такой интересный островок. Очень много... Очень такой продуктивный на самом-то деле. То есть... Ну, вы сами знаете... Ну, скорее всего, если играете в кораблекрушение, вы знаете, что... Есть такой ресурс, как... Драгуни из сердца. Вот. И из драгуньего сердца делаются обсидиановые инструменты, которые очень крутые сами по себе, по функционалу. Да и, в принципе, греют, если, допустим, зимой вы рубите дерево топором из обсидиана, он вас греет. Вот. И таким образом вы не мерзнете. Так вот. Чтобы сделать этот домик, нужно постараться прям. Прям сильно постараться. Во-первых, драгуни из сердца выпадают не так часто. Во-вторых, там нужно еще... Там нужно несколько, по-моему, драгуних сердец на один домик. Если не ошибаюсь, у меня тут есть... Опять в крафтах тоже. Вот видите, как бы в крафтах не особо есть. И, по-моему... Кстати, крафт этих домиков находится только в вулкане. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Вот. Здесь у меня, кстати, также гончую стреллямус. И вокруг него высажены вот так вот деревья сгоревшие. Как это я сделал? Короче, есть механика сжигания деревьев... Сжигания шишек. Сжигаем шишки. Перезаходим в игру. И тут выросло уже дерево. И сжигаем потом само дерево. Чтобы так близко высадить, как раз нам нужно было вот так вот выложить. Вы или выкласть. Как правильно скажите? Напишите мне в комментариях, а то я не знаю. Слишком тупенький. Вот. Выкладываем шишки. Квадратом, допустим. Квадратом, кругом. Не важно. Главное окружить и гончую стреляму, чтобы до него не добирались драгуны. То есть, конечно, он сразу в них не стреляет. Но если мы нажмем атаковать, он как бы начнет стрелять в драгуна. Вот таким вот образом. Как бы так, что можем как бы приходить, байтить и так далее. Вот. Сжигаем шишки. Перезаходим в игру. Потом тут уже как бы деревья выросли. Точнее, не сжигаем даже шишки. Мы зажигаем шишки и потом сразу же их тушим веером. То есть, используем сразу веер и тушим их все. Перезаходим в игру. И когда заходим, здесь уже выросшие деревья. После чего мы поджигаем деревья. Они сгорают. Ну, чтобы как бы... Чтобы потом лишний раз сюда ни молния не бил. О, кстати, сердце выпало. Но до него я добраться не могу. Не, у меня, кстати, есть ленивый следователь. Так что я могу туда добраться. Но будет сложновато. Вот. Ну и таким образом потихонечку фармим драгуни и сердца. В общем, как-то так. Так как, кстати, ветром не сдувает. Я смотрю. Вот. Это такая довольно-таки продуктивная ферма. Ну, это лично моя, скажем так, идея. Я не знаю. Возможно, у кого-то уже была такая идея и более, скажем так, более продуктивная и более правильная. Но это то, до чего додумался я. То, до чего додумался я и оптимизировал под себя. Ребят. Вот. Ну, можете воспользоваться. Я не скажу, что она прям супер-дупер крутая. Но, допустим, вы можете параллельно атаковать драгуна, пока там ваш гончустрелямус стреляет по ним. Но, на самом-то деле, проще всего убивать их собственноручно. Намного проще. Поэтому лучше как бы... Я просто добавил сюда вот этот гончустрелямус. Но без него вообще классная ферма. То есть приходите, сражаетесь с драгунами по очереди. И все. Под кофе. Там кофе выпили. Позражались с драгунами. Выпало или не выпало сердце. Как бы там уже посмотрите. Вот. Как-то так это работает. Здесь у меня также я пытался начинать строить ферму свинок. Уже после добавления всяких, скажем так, заборчиков, я как бы добавил вот эту вот ферму. Сюда нужно порошковый пирог сложить. И тогда свинки будут идти сюда. И во время полуния я смогу их убивать. Вот. Ну, так же пытался здесь пчелины ульев настроить. Но как бы пока что не особо выходят у меня ресурсы на них насобирать и так далее. Вот. Ну, вроде бы по кораблекрушению вроде как все. У меня здесь есть еще остров, где я просто фармлю деревья. Где у меня высажено все это. Ну, и вроде бы все. Ну, карту я не до конца изучил. Тут извинить, простите. Усуждайте. Усуждайте. Но как получилось, так сделал. Вот. Что ж. Ну, теперь едем в кораблекрушение. Ой. В Гамлет. Блин. Я путаю очень часто эти дополнения. Их много. Запутываюсь. Ну, не обращайте внимания, если не так сказал. Тут уж извините. Вот. Отправляемся в Гамлет. И покажу, что я там успел настроить. Вот. Ну, на самом-то деле я даже сказал, что не особо есть много что показать. Что показать. Но чисто декоративные такие, скажем так, решения. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Может быть кому понравится. Может быть кто скопирует. Как бы если что. Если вы уж сильно попросите в комментах. Я могу вам мир. Сохранение этого мира. Отдать. Тем более, в скором времени у меня очень мало контента будет на канале. Потому что я на некоторое время беру отпуск, скажем так. Поэтому, если вам надо. Если вам серьезно надо. Ребят, просите в комментах. Я вам оставлю сейв. Сейв этого мира. И вы скачайте себе. Посмотрите детально, внимательно. Что тут да как. Ладно, поехали теперь в Гамлет. Покажу, что там. Но там на самом-то деле тоже немного. Потому что в Гамлете я очень мало выживаю. Я большую часть времени в царстве гагантов выживаю. Потому что там у меня основной мир. Так что здесь будет мало чего. Что-то да покажу. Итак, вот мы в Гамлете. Здесь только второй мир Гамлета. Кстати, всего лишь там. Всего лишь там. Вот. Ну, что в городе. Я селюсь не в городе, ребят. Всегда. Всегда. Не знаю, почему. В городе мне не нравится селиться. Я селюсь возле водоема. Потому что здесь есть лилии. Или как их. Лотосы. Лотосы будет правильно. Вот. И они очень здорово пополняют рассудок. И еще их можно отдавать вот этому торговцу. Так что лотосы это самая крутая, наверное, вещь, добавленная в Гамлете. Ну, здесь у меня вот такой домик. Ничего особенного. Вот. Но я его использую. Я домики все использую чисто для того, чтобы ресурсы у меня здесь находились. Которые сдувают обычно. Поэтому не обращайте особо внимания. Что тут так ничего нет. Вот. Я люблю все как бы складывать в сундуки, которые стоят на улице и так далее. Здесь у меня ферма крапивы. Хотя за Ворвуда как бы крапивой не надо пользоваться. Он и так к аллергии устойчив. Но это если я в будущем собираюсь поменять персонажа, перейти там в кораблекрушение в новый мир. Наверное, в ближайшее время кораблекрушение использую для перехода. Вот. Я буду другого персонажа выбирать. И ему уж точно понадобится крапива. Вот. Ну, как-то так. Ну, не особо, не особо все здорово. Кухня у меня здесь немножко по другому дизайну, нежели в других DLC. Но вот как-то. Вот так. Кстати, очень... Панцири жуки-палевки. Очень здоровская штука. Берете два овоща, два панцири жука-палевки и получается такос. Очень неплохая еда в плане сытости пополняет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну что. Здесь кофейные у меня... Давайте я пройдусь. Покажу, в принципе, как до чего. Как до чего. Здесь у меня такая ферма клиппингсов. Или как их называют? Лоскутиков. С... От этих стеночек. Ну и между ними как бы высаживаю семечки. Почему бы нет? Почему бы нет? Думаю, довольно неплохо по продуктивности. Так, ну у меня тут пока две сушилки. Надо бы еще построить. Ну и, конечно же, два самых, наверное, нужных домика. Вот. Что у нас тут? Ну, чуть-чуть кофе. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Ну и вроде бы как все. Все, что хотел показать. Если у вас есть вопросы какие-то по механикам. И почему так, а не так, то, конечно же, пишите в комментах. Можете, что-то забыл сказать. Про какие-то баги еще. Если вас что-то... Вы недоумеваете, как это случается и так далее. То пишите. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Потому что я могу упустить некоторые нюансы насчет некоторых багов. Возможно, вам интересно послушать. Ну, то есть я использую баги в игре. Как бы... То есть механика игры позволяет это делать. Почему бы не делать? Ну, то есть, учитывая то, сколько времени я провел в этой игре. Думаю, я могу позволить себе их использовать. Но, опять же, если интересно вам, то тоже пишите. И, скажем так, прежде чем, дорогие друзья. Прежде чем гневно как-то что-то писать и с негодованием как бы меня за что-то осуждать. Для начала, надеюсь, ну, вы прочитаете комментарии. Комментарии другие или просто описание к видео. Возможно, там будет ответ на ваш вопрос. Почему так, а не иначе? Потому что в прошлом видео у меня... Ну, в прошлом видео подобного формата у меня спрашивали. Почему у тебя есть манипулятор, но нет шляпусника? Ребят, повторяю. При переходе в новый мир, при обновлении карты, при соединении мира с другим DLC, у вас пропадают иногда рецепты. Это нормально, это баг. Но многие люди просто гневно на меня, в гневном меня плевались под прошлым видео. Ну, надеюсь, на этот раз этого не будет. Ну, хотя, что я говорю, конечно, конечно будет. Вот. Ну что ж, вроде бы я все показал. Если я что-то не показал, если вы что-то увидели на карте, вы пишите в комментариях. Возможно, попробую сделать дополнение к этому видосику, но как-то так. Кстати, 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 забыл сказать. Здесь у меня... Здесь у меня есть одно место. Вот. Это остров птиц. Птицы, точнее, да, птицы здоровые, которые вас переносят на этот остров. Здесь у меня запчасти от Халка. Я их сюда перенес при помощи... Ну, центра телелокации. Это все было даже на стриме я показывал. Вот. Ну, потом они, конечно, сломали этот центр телелокации, когда в полного Халка собралось. Вот. Очень долго переносил это все в центр телелокации, потому что после каждой части нужно опять заряжать центр телелокации фиолетовыми гемами. Вот. Все это перенес сюда при помощи центра телелокации. И теперь, когда Халк разрушается, запчасти разлетаются не по всему миру, а именно по этому острову. Поэтому его в следующий раз будет очень-очень просто собирать и фармить из него железо. Ах, да, дорогие друзья, забыл. Я хотел вам показать живой артефакт. Вот. И еще, возможно, что-то. Возможно, что-то. Что вам еще показать такого, помимо этого артефакта? Но во время использования артефакта я бы, конечно... Этот... Я бы, конечно, выкинул из себя все горящие ресурсы. Наверное. Потому что... Как бы может сгореть все. Может просто сгореть все. Поэтому я лучше как-то... Лучше как-то обезопасусь. Обезопасусь. Но я, возможно, умру. Я, возможно, умру. Не, ну это будет как... Ой-ой-ой, птиц, 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 птиц. Не-не-не, отойдем. Срет мне на базу. Ну ладно. Неважно. Сейчас пока что побегаем от нее. Кстати, как избавляться от птицы, ребят? Если у вас... К вам она прилетает. Постоянно вас забирает. Вы не хотите этого, но она прилетает. Забирает. Смотрите. Подбегаете близко к джунглям. И ждете. То есть вот, допустим, она сейчас подлетит. Будьте аккуратны. Главное, чтобы она лапой на вас не стала. Вот. То есть вы ее байтите на то, чтобы она подошла поближе к... Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отбегаем. И заходите в джунгли. Когда заходите в джунгли, она улетает. Улетает, и до следующего своего прилета как бы вы ее скипнули. Вот. То есть вам достаточно забежать в джунгли. Она в джунглях вас не схватит. Ну, или в городе, в принципе, тоже. Хотя раньше был баг, она в город все равно прилетала. Вот. Вроде бы все. Я бы, конечно, еще посражался с Халком. Но учитывая то, что я за Вормуда играю, это не очень хорошая идея, ребят. Я бы с радостью, но за Вормуда нет. Потому что я как раз Халка дважды убивал за Вормуда. И скажу, что Вормуд загорается просто всегда. Поэтому лучше как бы нет. Так, ну давайте сейчас как-нибудь это все затестим. Ну, затестим живой артефакт. Надеюсь, я действительно не сгорю. У меня нет хилок никаких, кроме животворящего амулета, к сожалению. Но давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, сделаем вот так вот. И... И... Я точно не хочу никого убивать? Не, я бы на самом-то деле с боссом с каким-нибудь сразился. Ну, короче, пойдемте, наверное, в царство гигантов. Я не помню. Я, не, я, наверное, всех стражей поубивал. Так, он мне хочет что-то дать. Он мне дает камень. Угу, окей. Ну, короче, эта штука очень много бьет с руки. Вот, и при этом вообще никакой, вообще абсолютно никакой урон не проходит по вам. Поэтому это слишком имбалансная вещь. И если, допустим, начинается свинапокалипсис, то босс свинапокалипсиса умирает очень быстро. То есть вы бегаете с невероятной скоростью и так далее. Кстати, броня с... Да, вот, броня с босса свинапокалипсиса тоже хороша, потому что абсолютно аннигилирует любой урон. То есть стопроцентная защита. Вот, но при этом при трате как бы... Ну, это своеобразный еще рюкзак. Вот. И довольно-таки быстро тратится. Но заправлять ее зато можно душами. Так что очень даже здорово в этом плане то, что броню можно восстанавливать. Так, здесь давайте я избавлюсь от этого цветка. Первый соперник, которого я... Первое существо, которого я вроде ударил. А, нет, подождите. Ледующую мышь убил. Вот, давайте мы сейчас... Знаете, как сделаем? Давайте мы сейчас перебьем всех птиц. Почему бы нет? Слушайте. Думаю, неплохо. Думаю, неплохо перебить всех птиц. Почему бы нет? Так, ну... Давайте, в общем, активация. Правильно? Так, главное, чтобы, да, ничего не сгорело. Вот, когда мы перезаряжаемся... Давайте. О, все. Мы в амуниции. И теперь мы можем чаржиться. Это, по-моему, выстрелить, если я не ошибаюсь. Так, ну, то есть, как видите, урон вообще никакой не проходит. У нас только тратится запас нашей брони. И тем более, смотрите, как бы у нас просто ограниченное время. Они даже нам не убавляют его ни на сколечко. Поэтому просто идем и атакуем. То есть, броня и баланс. Ребят, если кто думает, что это мод, нет. Это не мод. Это возможность игры. Это в Гамлете есть такая вещь. Убиваете пугалиска, добиваете живую воду. Потом убиваете Халка. Ну, или наоборот, в другой очередности. Из живой воды и из живого артефакта, который выпадает из Халка, вы крафтите эту броню. Так что, как бы, как бы сами понимаете. И потом идете убивать вообще всех боссов. Просто идете... Вы понимаете, сколько я сейчас мяса нафармил? Просто из-за того, что бью птиц. То есть, и таким образом еще могу и яйца собрать. То есть, вот такая демонстрация этой живой брони. Короче, очень балансная штука. Советую, если вы отважный, если вы храбрый, я в вас верю. Как бы, убиваете и пугалиска, и всякие там... Как же их называют? Ой, кстати, а на меня там Крампус агрится. Да. Ко мне сейчас может прилететь. Вот, ну ладно. Сейчас мы ждем, пока у нас потратится полностью наш запас бронину. И я говорю сразу, как только он потратится, мы сгорим. Ну, мы начнем гореть. Надеюсь, у нас просто не все ХП сгорит. Надеюсь, правда... Кстати, карту нельзя открыть, пока у нас... На нас этот артефакт живой. Так, а что у нас по... По громоотводу? У нас где-то здесь есть громоотвод. Потому что еще и громоотвод может меня убить. Да, есть громоотвод. Хорошо. Ну, вот, в общем-то, как-то так. Сейчас еще как раз яйца по-насобираю. И потом еще одно потомство себе выведу. Ну, не знаю, зачем. Надо, не надо. Хотя можно попережаривать и потом использовать как еду. Почему бы нет. Так, ну что, 31. Ну, как видите, здесь 180 секунд. Буквально 3 минуты. Почему бы нет? 3 минуты как бы имбалансности. Любой босс, абсолютно любой босс, неважно, на кого вы пойдете, абсолютно любой босс будет умирать очень быстро. И тем более по вам вообще никакого дамага не пройдет. Ну, единственное, что после того, как вы превратитесь назад, вроде, ну, опять же, подожгетесь немного. Ну, я не знаю, это только Вормвуд, наверное, подгорает. Как видите, да, немножко загорелся. У нас Вормвуд. И смотрите, подождите. Лол, а у меня... А, у меня еще и ХП восстановилось. И ХП, и рассудок восстановился. Это мега имбалансно. Ребят, это просто мега имбалансно. И баланснее этого нет ничего. Поэтому, поэтому... Ну, правда, я намок очень сильно, но да ладно. Ну, что ж, дорогие друзья. Это было видеообзор базы на 3777... Я не знаю, сколько сейчас уже, но, судя по всему, 3781 день. Вот здесь как раз на 1100 дней больше в общей сложности, чем вот здесь вот написано. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, что вы будете подписываться на мой канал. Вот. В ближайшее время видосиков будет мало. Скорее всего, почти не будет. И насчет Дон Старва тоже. Не всегда, не обещаю, но постараюсь как можно чаще. Но решил немножко поубавить свой пыл с Дон Старвом. Хочу немножко заняться другими играми. Да и, в принципе, немного как бы разнообразить свой контент на канале. Ребят, если вы собираетесь подписываться на контент по Дон Старву, скажу сразу. Опять же, он будет нечасто. И не нужно там спрашивать и так далее, когда, когда, когда. Когда у меня будет настроение, тогда я буду записывать видосики по Дон Старву. Летсплей, гайды и так далее. Вот. Но я не скажу, что у меня в последнее время есть настроение на Дон Старв. Я даже тут не смог дожить до четырехтысячного дня, потому что у меня уже нет такой страсти к Дон Старву, как восемь лет назад. Я понимаю, да, многие новички сейчас приходят к Дон Старв благодаря Тугезеру и смотрят видосики, смотрят стримы и так далее. Но лично я, лично я уже немножко подустал от Дон Старва. Я не хочу перегореть к нему слишком сильно, поэтому решил немножечко приостановить его на своем канале. Ну, не приостановить, а просто замедлить, просто замедлить. Вот. Поэтому, ребят, если вдруг что, просто по другим любым видосикам вы ставьте лайкосы, комментируйте, просто просматривайте, рассказывайте друзьям. Может быть, может быть, если там будут какие-то комменты насчет Дон Старва, я, возможно, буду делать видосики. Но, опять же, если будет активность хорошая на других видосиках, то будет хорошая активность и на Дон Старве от меня. Вот. На этом все, дорогие друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Есть вопросы, комментарии, есть какие-нибудь советы, подсказки, тоже комментарии. Лайки, может, даже дизлайки, подписки, колокольчик. Ну, и все соцсети, что есть в описании. Открывайте описание, читайте, что там есть. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы замечательная публика. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok